Всем привет, я Даша. Я сейчас нахожусь в окружении таких дней, как 22 июля и 24 того же месяца. Дело в том, что 22 числа 1461 года скончался король Франции из рода Валуа Карл VII. Также 22 июля, ну как бы уже другого года, скончался Наполеон II. А 24-го родился Александр Демас-старший, тот что отец. И я подумала, надо снять видео о книге, ну французские книги. Да, сегодня будет топ-5 книг, действия которых происходят во Франции. Начну я с последнего места, как это водится по данным видео. Париж, Эдвард Резерфорд. Он охватывает период истории соответствующей территории с начала времен и заканчивая буквально чуть ли не сегодняшним днем. Вы сможете проследить с помощью этой книги не только развитие межличностных отношений между людьми, родами, но и за развитием, ну не только города Париж, но и вообще всей Франции в принципе. То есть там история очень хорошо так прослеживается. Мы переходим к четвертому месту. Здесь у нас Анжелика Маркиза Ангелов. Это самая первая часть из цикла. Писатель Анны Серж Галлон. Серж Галлон, кстати, наш русский. Он просто переменен гражданством, сын дипломата. Ну очень интересную биографию почитать. Как-нибудь на досуге хотя бы в сжатую версию Википедии. Это действительно любопытно. Ну что мы тут видим? Мы тут видим девочку Анжелику, которая... Мы за ней наблюдаем с самого ее действия, с самых малых лет. Видим, как развивается ее характер. Понимаем, откуда взялись те ее черты или вот те решения, которые она в будущем будет в своем принимать. Истоки этого. Вот, кстати, в начале, когда ее близкие, родственники обсуждают политику Франции, в том числе, ну и прошлое, и настоящее, вы можете многое опознать, узнать из книг Дима, вот в частности «Три мушкетера» и так далее. Увидеть знакомые лица. У меня самая любимая часть, вот эта, самая первая. Потому что чем дальше влезть, тем непонятнее для меня Анжелика. Итак, на третьем месте. Многие удивятся, что не на первом. Ну вот так вот, на третьем месте. «Три мушки дедотера» Александра Дима. Ну, полагаю, мне нет необходимости рассказывать, о чем эта книга. Один юный гасконец, мечтающий стать кем-то важным во Франции, отправляется в Париж и с очень малым количеством денег в кармане, но зато богат на пустое имя отца. И следуя моей матушке приезжает. Тут же ввязываются какие-то неприятности, умудряется ввязаться в множество дуэлей, которые, причем, должны состояться в один день, буквально одна друг за другом. И начинаются многие-многие приключения, в том числе исторического плана. Анастрийского, кардинала Мазарини, о, наоборот, простите, кардинала Ишелье и так далее и тому подобное. Я хочу сказать, что такой человек, как Д'Артаньян, в самом деле, не существовал. Дима вообще славится тем, что он переписывает историю, то есть из каких-то основ, из истории создает отдельный роман. То есть он в этом мастерстве талантливым. Хотя немножко, конечно, искажает историю при этом. И, кстати, когда я от кого-то слышу вопрос, а почему книга называется «Три мушки, тер, а не четыре?» Там же Д'Артаньян, там Артур Спартос и Рамис, считаем, в сумме получается четыре. Я сразу понимаю, этот человек книгу не читал, потому что там, ну, как бы сразу понятно, почему книга называется именно «Три мушки, тер, а не четыре». На втором месте Королева Марго. Есть у нас экранизация наша, она не такая известная, как «Три мушки, тер, а с Артаньяном», но есть. Итак, Королева Марго. Действие происходит в конце 16 века. Это эпоха борьбы религиозной между гугенотами и католиками. Та самая Варфоломейская ночь, когда буквально на протяжении чуть ли нескольких часов было уничтожено просто огромное, вопиющее количество граждан определенной религии. Просто, кстати, по-моему, это было в пятницу 13, если я не ошибаюсь. Конечно, жуть-жуть такая. Вот в этот исторический период развиваются события романа, в центре которого любовь, соответственно, Марго, родной сестры Короля Франции и одного гугенота. Так что, прошу любить и желать, очень интересное чтиво, которое чуть было не попало на первое место. Но так вышло, что буквально не так давно я к своему стыду впервые познакомилась с такой потрясающей, удивительной, дивной, невероятной книгой того же самого Александра Дима Старшего, которая почему-то не оказалась в моей библиотеке. У меня есть, если вы внимательно смотрите это видео, вы могли заметить, что книги «Три мышки теры Королева Марго», которые я вам показала, они с одной силы выглядят вот так. Вот так. И у меня таких книг 15, 12, что-то в этом роде. И среди них не было графа Монте-Кристо. И однажды меня щелкло, думаю, я что, дура? Почему? Как так вышло, что я не читала? Я начала читать в рельтонном варианте. Это был «Господа» и «Дамы». Единственный случай в моей жизни, когда, начав читать в рельтонном варианте, я так влюбилась в книгу, что побежала в книжный магазин вот с такими глазищами, сердечками в них. В надежде приобрести бумажный вариант, и я это сделала. Друзья мои, граф Монте-Кристо, Александр Дима Старший. Совершенно невероятная книга. Меня, правда, сразу снова сбила фамилия главного героя Дантес. Но я быстро привыкла. Юмин Дантес возвращается со странствия, он маляк, и хочет жениться на своих возлюбленных. Я также влюблена в него без памяти. И он добился повышения в своей карьере, делал летку в свадьбе, лет жив-здоров. Ну, вроде бы, всё хорошо. Но так уж вышло, что в его невесту влюблён ещё один человек, не самых высоких нравов. И он не без участия других завистников принимает печальное участие в развитии судьбы нашего главного героя. Он на него слегка так доносит, и его немножечко так сажаются в тюрьму, в которой Дантес просидит энное количество лет. Но когда ему посчастливится вдохнуть в воздух свободы, он найдёт деньги для того, чтобы мстить. О том, как он будет жить, какие приключения, какие испытания преодолеет, что с ним случится, как он будет любить и как он будет ненавидеть, обо всём об этом и рассказывает. Это совершенно невероятная книга. Я её дико боялась, потому что она очень объёмная при всей своей любви к толстым книгам. А здесь. 1255 страниц. Я опасалась, что не смогу дочитать и до середины. Однако я недооценила дюйма. Он просто молодец. Если всё-таки про трёх мушкетёров можно погрешить, что он частенько увлекался растянутыми описаниями, что в некоторых местах она более тянущая, такая тягущаяся, чем хотелось бы, то вот граф Монте-Кристос, здесь просто каждое предложение — это золото. Каждое слово — это бриллиант. Я сидела и наслаждалась буквально каждой буквой, и каждая буква для меня была дорогая. У меня не было ни капли желания пропускать какие-то предложения, продвигая глазами. Это невероятно. Единственное, всё-таки я вам порекомендую вот таким огромным фолиантом не брать. У меня просто не было другого выбора. Это было единственное издание графа Монте-Кристо. А брать лучше двухтомником, потому что, да, книга вот такая, чисто физически читать её неудобно. Таковы были топ-5 книг о Франции. Напоминаю, последнее место — это «Париж Эдвард Резерфард», на четвёртом — «Анжелика Маркиза Ангелов», «Ан Серж Галлон», и последующие три места принадлежат авторству Александра Дима-Старшего, «Три мушкетёра», «Королева Маркова» и «Граф Монте-Кристо» уже на первом месте. Вот. На сегодня всё. Пока-пока и до скорых книг.